Добрый день, коллеги! Сегодня у нас понедельник и дополнительный вебинар про этические, юридические вопросы работы с нейросетями. Почему этот момент вынесен отдельно? Ну, потому что это вопросы дискуссионные, мы будем сегодня много обсуждать, много спорить в чате, и поэтому отнимать время у более инструментальных, методических вебинаров, конечно, не хотелось бы. Поэтому вот сегодня специально выделенное время, плюс немного могу сказать про те практикумы, которые вы уже прислали. Я посмотрела практически все. После этого вебинара я также сделала список всех, у кого стоит выполненное практическое задание, чтобы вы могли проверить и убедиться, что я никого не забыла. Было одно из заданий со звездочкой, я выложила уже второе. Первое я выкладывала примерно неделю назад, и была задача продолжить последовательность силами нейросети. Некоторые из вас действительно решили правильно, потому что ответ нашли самостоятельно, а нейросеть на него натолкнули с помощью подсказок или с помощью какого-то другого хитрого просто. Вы видите, что в большинстве случаев, рассматривая последовательность слов, небо, дыхание, чувство, колонна и так далее, нейросеть идет в область абстрактных рассуждений. Она пытается не слова между собой связать и найти между ними какую-то зависимость, так поступают другие программы и алгоритмы, она пытается именно по логике продолжить последовательность, и поэтому задачу изначально решает неправильно. Правильный ответ, конечно же, был восьмое чудо света, то есть чудо света, потому что порядок идет по чувствительным. Первое чувство, второе дыхание, третий рим и так далее. И вот для того, чтобы нейросеть этот вопрос, эту задачу могла решить правильно, нужно как раз ее определенным образом натолкнуть. Ей нужно сразу обозначить, что это из области логики, что здесь есть последовательность, которую какую-то математическим образом можно вычислить, и тогда и был шанс, что нейросеть решит правильно. Для этого можно использовать дескриптор. Ну, я знаю, вот только на английском языке, на русский еще не переводила. Давай использовать математическое мышление и немного логики. Так, ну что ж, те практические задания, которые вы прислали, я, который проверил к настоящему моменту, прочитала все, посмотрела, что вы сравниваете, какие нейросети, как отвечают на задачи, так как они описывают какие-то предметы, как они вынимают тезисы из статьи, и как они пишут стилизованный текст. Много достаточно хороших примеров, много, очень много качественных промптов. Я очень рада этому факту, что у вас, получается, действительно структурированы запросы с качественным дизайном. Но вот такой вопрос, который я хотела бы задать в первую очередь. Вы прислали мне тексты. Автор этого текста кто? То есть если мы сейчас этот текст используем, мы каким-то образом можем указать его автора. Вы взяли какое-то мое замечание из чата, указали автора меня. А вы взяли статью, указали ее авторам. А вот тот текст, который вы получили в качестве результата в генерации, кто является автором? Да, сегодня дискуссионный формат, поэтому вы можете писать в чате ваши варианты, и мы их будем обсуждать. Сегодня у нас целых 10 вопросов на рассмотрение. Так, модель. А может ли модель являться автором вообще чего-то? Как у нас стоит определение, кто такой автор? Вот чисто как вы это чувствуете, да, и как это описано в авторском праве? По идее, автор – это тот, кто создал что-то. И в этом плане мы можем сказать, что вроде как модель. С другой стороны, это физическое лицо, которое что-то создает. В авторском праве указано, что это человек. Так, думаю, что надо сети задавать вопрос, откуда она взяла, откуда первоисточник. Но у нее не может быть чистого первоисточника. Вспомните картинку о том, как модель работает. Она превращает ваши запросы в математическую последовательность, измеряет близость, вероятность каких-то слов, и их берет. У нее нет какого-то первоисточника. У нее есть только огромный корпус данных, на которых она обучена. Перплексити дает ссылки, да, но перплексити – это смесь поисковика. А речь сейчас идет о генерации текста. Вот вы сделали театральную сценку по мотивам какой-то статьи. Автор этой сценки кто? Тот, кто написал статью? Вы, как автор промпта. Или нейросеть может являться автором. Так, все принадлежит пользователю, кто сделал того и тапки. Автор промпта. Так, хорошо, видите, уже сколько разных вариантов и подходов. Знаете, о ком вы забываете в своем рассуждении? О разработчике нейронной сети. Это он же придумал модельку. Может быть, тогда он является автором произведения. Так, с авторским правом, в принципе, все непросто. Да, совершенно согласна. Оно у нас и так отстает очень плохо, включая медиа-контент, а нейросети запутывают еще больше. Тогда Билл Гейтс всего обладатель. Так, ну вот смотрите. Уже мы насчитали с вами четыре стороны. Это разработчик, который сделал нейросеть. Это сама нейросеть. Это автор материала, на котором нейросеть была обучена силами разработчика. И это вы, пользователь, как тот, кто проводит эксперимент, составляет запрос, ставит перед нейросетью конкретную задачу. Давай я позволю себе провести еще одну параллель. Тот контент, который вы создаете в рабочее время, обычно по принципу трудового законодательства, принадлежит интеллектуальной собственности. Она принадлежит чаще всего вашему работодателю. Но автором по-прежнему являетесь вы сами. Таким образом, мы можем сказать, что сама нейросеть объектом авторского права являться не может. Это не человек. И поэтому тот контент, который он создает, однозначно автором ее мы нейросеть не можем указывать. Нейросеть является инструментом создания этого контента. Так же, как Microsoft Office, Word является инструментом набора текста. Нужно ли его указывать? Нужно ли указывать команду разработчиков Microsoft Office? Скорее всего, нет. Нейросеть в нашем случае только инструмент. Тогда вот у нас остаются две основные стороны. Это вы, как пользователь, который составили промпт, и ваш промпт непосредственно указывает нейросети, и что создавать. Или разработчик, который модель обучал. Так, автор тот, кто написал промпт, а потом исправил текст до удововоримого. Да, если вы его исправляете, но до исправления. Вот вы берете цитату какую-то и вставляете ее в свою работу. Вы указываете автора и первоисточник. Вот вы взяли предложение с генерированной нейросетью, там какой-нибудь факт в подборке, вставили. Вы указываете нейросеть автором и источник? Скорее всего, нет, да? Потому что нейросеть у нас не является автором. Тогда антиплагиата мы еще доберемся. Да, это у нас тоже один из десяти вопросов. И, соответственно, у нас сейчас идет противопоставление. Принадлежность. Вот смотрите, мы говорили про авторство. У нас есть право авторское, оно дается по умолчанию. Как только человек создал что-то, он по умолчанию является автором. Авторское право тоже можно в чью-то пользу передать, но тут больше формальностей. Право собственности на контент – это другая история. Если вы в рабочее время создаете, то право собственности принадлежит, скорее всего, организации, если нет какого-то дополнительного соглашения. То есть мы знаем, что из авторства мы выключаем нейросеть. Нейросеть не может являться автором. А из собственности вы являетесь собственником этого текста. Или разработчик модели является собственником. Скорее всего, если таким образом рассуждать, то мы можем видеть, что некоторые разработчики нейросетей ставят ограничения на использование контента. Мы уже говорили на прошлом модуле, что шедевром, например, не позволяет использовать сгенерированные в нем картинки в коммерческих целях. Если они ставят этот запрет, значит, юридически они являются собственниками сгенерированного контента. Все генеративные модели бывают проприоритарными и с открытым исходным кодом. То есть точно так же, как и все программы. И следовательно, если вы используете чистовую чью-то модель, то вы должны подчиняться тем правилам, которые заложил разработчик. Так, например, OpenAI, которым принадлежит ChatGPT, они разрешают использовать контент любым способом, но они не разрешают использовать их модель для дообучения. Stable Diffusion для генерации, он, например, открытый и свободный. Но если разработан какой-то сервис на основе Stable Diffusion, то автор сервиса может что-то запретить. Таким образом, мы считаем, что авторство сгенерированного текста, оно неопределяемо с юридической точки зрения. Он не принадлежит ни сети, ни разработчику, ни тому, кто написал prompt. Мы не можем однозначно выделить автора. А вот с точки зрения права собственности, то право собственности на контент, скорее всего, принадлежит разработчику, который устанавливает какие-то ограничения или, наоборот, их снимает. Это, опять же, еще один аргумент в пользу того, что контент нужно редактировать после нейросети. Как раз для избежания вот этих вот сложных вопросов, кому что принадлежит. Вы использовали инструмент, сгенерировали текст, дальше его обработали, вы уже автор. Так, а если снимает, то кто собственник? Если снимает видео, вы имеете в виду, тоже, да, разница между автором и собственником. Автор видео, как правило, тот, кто создает его, то есть это оператор и режиссер, и актеры, скорее всего, не зря их указывают в титрах, а собственник в этом случае компания. А если разработчик снимает ограничения, вы можете использовать любым образом. По факту модели с открытым исходным кодом, это модели, которые переданы в общественное достояние. И весь контент, который вы с помощью их генерируете, является общественным достоянием. Так, а вот это мы смотрели с точки зрения... Так, кто собственник организации? Нет, общественное достояние. Если открытый исходный код, если модель открыта всем людям для генерации контента без какого-то ограничения, да, то собственника в этом случае нет. Вот если взяла какая-то организация эту открытую модельку и ее там дообучила, дофантюнила, какие-то настройки у нее покрутила, сверху красивые интерфейсы приляпала, тогда она может взять на себя вот это вот право собственности. Дальше. Это сейчас был тот контент, который вы сгенерировали и прислали мне в качестве домашнего задания. Да, мы уже поняли, что авторство мы можем особо не указывать, потому что тут серая зона. С точки зрения собственности, если вы используете тем образом, которым автор модели разрешил, все в порядке. Саму нейросеть указывать на самом деле не обязательно, потому что она является инструментом. А что делать, если сейчас ваш уникальный, бережно написанный руками контент попал в обучающую выборку модели? Вот представьте, что вы написали статью и не дали разрешения, а разработчики нейросети взяли и с помощью ее нейросеть обучили. И теперь, когда она генерирует ответ на вопрос каждого пользователя, она какую-то долю процентов вашего интеллектуального труда туда вкладывает. Похожие куски могут вылезать, это даже просто по теории вероятности, что есть шанс, что будет сгенерировано что-то похожее. И это тоже очень-очень большая головная боль юристов, которые будут специализироваться на ИИ-праве. Собственно, вот вы берете нейросеть и начинаете ей пользоваться и понимаете, что похоже контент или может быть там скандал какой-то в интернете о том, что она взяла обучающую выборку те произведения, на которые автор не дал разрешения. Это реальная ситуация. Как доказать автору, что его материал попал в выборку? Очень хороший вопрос. Сейчас для этого нет каких-то инструментов. А в музыке вообще семь нот. И сколько уже времени, да? И все равно что-то уникальное умудряются генерировать. А вот сейчас с нейросетями, которые генерируют музыку, о чем вы будете говорить на этой неделе. Статья в открытом доступе, в том числе и модели, является общественным достоянием. Но представьте, что вы на каком-то открытом форуме специалистов переписывались, общались, информация какой-то делились, форум не был закрытым, но тем не менее это что-то узкоспециальное. А потом кто-то выкачал материал этого форума и загрузил в нейросеть для обучения, не спросив вашего разрешения. Даже элементарно подумаем, сколько зарабатывают нейросети на генерации и на контенте, который они обучали, на вашем авторском контенте, они же не делают вам никаких отчислений за его использование. Как вот к этому подходить? Вообще сейчас вопросы обучения нейросетей это одни из самых фундаментальных. Первая сторона – это действительно авторское право. Reddit, Википедия, произведения художников. Что-то из этого действительно находится в общественном достоянии. Что-то из этого было скачано без уведомления пользователей. Что-то из этого могло попасть в базу на уровне слива персональных данных. Вот попали какие-то данные в открытый доступ пользователей, условно говоря, сети Мегафон или СДЭКа. А потом эти базы каким-то образом попали в обучающую выборку нейросети. И теоретически, отвечая на некоторые вопросы, нейросеть может выдавать персональные данные пользователей. Как поступать? Как можно оградить людей, которые не хотят, чтобы их данные попадали в обучающую выборку? Как сохранить авторское право живого творца? Во-первых, сейчас есть ситуации, когда какие-то крупные порталы прописывают в своих соглашениях, как они будут использовать данные, полученные от пользователей. Это касается и текста, и голоса, и видеозаписей. И если они, согласно соглашению, имеют полное право распоряжаться вашей информацией, значит, ваша информация, скорее всего, уже в какой-то обучающей выборке. Если нет, то окажется там в ближайшее время. И с точки зрения пользователя, запретить вы можете одним способом. Удалить профиль, удалить контент, направить письмо об удалении контента и надеяться, что его действительно удалят. С этой точки зрения мы бесправны. Во-вторых, это саботажи, джейлбрейкинги и хакерские атаки. Есть некоторые алгоритмы и некоторые договоренности между пользователями, которые не хотят, чтобы на их данных обучались генеративные модели. Так цифровые художники централизованно и целенаправленно портят свои произведения, так что пользователям они предоставляются в том же самом виде, а когда они попадают в обучающую выборку нейросети, они портят алгоритмы и закономерности. То есть, условно говоря, цифровой художник рисует котика. Вы смотрите на картинку, о, котик, очень мило. Нейросеть смотрит на эту картинку и говорит, это красная курица в зеленом поле. То есть, на цифровом уровне портится произведение так, чтобы нейросеть на них не могла обучаться. И это тоже такая достаточно интересная и пока еще малоизученная тенденция. Я не знаю, как это... Понятно, что никто не будет напрямую выкладывать эту информацию и рассказывать, потому что ей тут же найдутся методы противодействия. Если вы дообучили нейросеть на некотором массиве своих собственных текстов, так, чтобы она умела писать в таком же стиле, может ли считаться полученным далее контент моим? Ну, Светлана, первое, что считается вашим, это дообученная нейросеть. То есть, если вы дообучаете, то эта модель уже принадлежит вам. И даже если вы не можете считаться автором контента, вы однозначно будете считаться собственником контента, которая сгенерировала эта нейросеть. Другое дело, что нужно понимать, что дообучение – это не в чат вы кидаете какие-то кусочки информации, она якобы дообучается, а дообучение – это процесс на больших данных, основанных, и для этого есть специальные расширения, специальные программы, специальные алгоритмы. Есть дообучение, есть более простые, например, рек, где вы берете нейросеть, к ней цепляете свою поисковую базу, и нейросеть берет информацию не где-то в интернете, а из той базы, которую вы, условно говоря, одолбили. Вот в таком случае это тоже будет уже в вопросе собственности решаться проще, контент будет принадлежать вам. Вот. Это раз. Вторая проблема, помимо авторства, как юридически подтвердить факты обучения нейросети, ну вы же ее дообучаете, правильно, каким-то образом берете лора, берете кулора, берете там тензоры, векторы добавляете, это все оставляет цифровой след, который вы можете показать, и по итогу вы получаете собственную модельку собственными весами, которые отличаются от весов оригинальной модели. То есть здесь, ну в первую очередь, любое дообучение составляет цифровые следы. Другое дело, что это, ну, задача вряд ли одного пользователя, да, даже самые простые механизмы дообучения требуют компьютерного парка довольно серьезного. Так, вторая проблема, которая возникает, помимо того, что разработчики контента, разработчики нейросетей использовали неправомерно авторский контент, и это факт, то есть это не то, что предположение, это факт, то, что контент для обучения нейросетей был собран с нарушением вопросов авторского права. Сейчас появляется, вот помимо того, о чем проговорило, регулирование в этой области, но пока еще недостаточно. Вторая проблема с точки зрения дообучения нейросетей, это количество контента. Всего того, что мы с вами за вот несколько лет написали в интернет, недостаточно, чтобы дообучать современные модели. Вычитаем из этого еще контент, который мы не разрешаем использовать, и получаем довольно небольшой корпус. Его может хватать сейчас на текущие версии для обучения и для дообучения, но для следующих поколений, где экспоненциально растет мощность и эффективность, этого контента уже недостаточно. С другой стороны, у нас интернет начинает заполоняться сгенерированным контентом. И получается, что, собирая новые наборы для обучения, туда попадает не авторский, а нейросетевой текст. И тут ученые обнаружили, те, кто регулярно занимается дообучением модели, тестируют, проверяют, что нейросеть, которая учится на сгенерированном тексте, работает хуже, чем нейросеть, которая учится на авторском тексте. Следовательно, наш с вами авторский контент, который мы создаем в ближайшее время, это очень и очень большая ценность. Его будет требоваться больше, чем мы можем произвести. И даже сгенерированного контента для обучения нейросетей тоже будет требоваться все больше и больше. А значит, наша с вами ценность как авторов растет. И тогда следующий вопрос. Так, это мы уже немножко обсудили, да? Давайте я переключу вот сюда. Вот. Следующий вопрос. Как же разработчики нейросети вот эти вот данные для дообучения собирают? Понимаете ли вы то, что вы пишете сейчас в качестве запросов в чаты, в нейросети, в сервисы и телеграм-боты? Это тот контент, на который будут обучаться новые поколения нейросети. У многих моделей так и прописано, у многих сервисов, в лицензионном соглашении так и прописано, что те данные, которые вы загружаете в нейросеть, будут использованы для ее дальнейшего дообучения. У ChatGPT, например, есть отдельная галочка для платных пользователей, где можно это запретить. Но у большинства моделей это нет. И каждый раз, когда вы с ней работаете, с моделью, вы ее по факту дообучаете. Что можно сделать, чтобы обезопасить себя с этой стороны? Ну, логично, да? Если вы работаете с какими-то персональными, конфиденциальными, чувствительными данными, то вы не будете пользоваться сервисами на основе нейросетей. Ваш вариант – поселить маленькую модельку на вашем компьютере. Даже без дообучения, просто скачать что-то вот такое достаточно простое. Они есть совершенно разные. А вот на чате пишут, что кто-то не может попасть на вебинар и нет какого-то дополнения. Сейчас, секунду, в чате напишу. Попробую пригласить вручную. А вот. Потому что на самом деле есть модельки упрощенные, урезанные, облегченные, которые вы действительно можете завести у себя дома, как вот такого питомца, кормить, воспитывать, пользоваться и быть уверенным, что информация не уйдет на в сторону. Второй вариант, для большинства из нас более подходящий, это всегда держать в голове, что те данные, которые вы отдаете нейросети, уйдут дальше. Скорее всего, в ближайшие годы не будет алгоритмов, которые позволят эти данные извлекать в чистом виде после того, как стерта информация из чата. То есть сохранение чата и сохранение информации для обучения, это разные вещи. Если информация из чатов удалена, то из базы обучения нейросети ее восстановить, по крайней мере, сейчас очень и очень сложно. Когда уже она попала в модельку. Но, тем не менее, если информация там есть, значит, она по закону вероятности может так или иначе всплыть. Не целенаправленно, но случайным образом вполне себе может. При этом надо понимать, что вопросы авторского права, кто их нарушает? Сама нейросеть? Нет. Вопросы распространения персональных данных, их тоже нейросеть нарушает? Нет. Вовсе не так. Это еще одна тема, где будет много и много споров и обсуждений. Виноваты ли сами разработчики нейросети в том, что настроили модель таким образом, что она выдает какую-то чувствительную информацию? Или нет? Как вы считаете, кто тут несет ответственность? Так, в какой-то степени виноваты. А jailbreaking, если взломали нейросеть, если вот таким вот образом обошли, разработчики же молодцы, они поставили ограничения, написали, по этой тропинке не ходи, там сетки натянули, двери заперли, а вот кто-то хитрый такой умный взял и прорвался через эти заграждения. Все равно разработчики виноваты. Плохо оберегали, но вы же понимаете, что как бы мы не ставили запреты, все равно найдутся люди, которые чисто из азарта и интереса попробуют их обойти. И у кого-то это получится. Так, ответственность на авторе запроса. Нера не виновата, она не существует. Вот видите, сколько различных вариантов. С точки зрения jailbreaking, то есть взлома, согласна, это как с программным обеспечением. Это вина хакера, ну и если была информация о том, что есть такая уязвимость, то да, вина разработчиков, которые вовремя ее не прикрыли. То, что включено в обучающую выборку, что это нарушающее, да, это ответственность разработчика. Вот, чем больше у нас вот таких вот субъектов, которые задействованы, генерация всего лишь простого текста по вашему запросу, чем больше отличается у них статус, это человек, это программа, это автор программы, тем сложнее сопоставить между собой и распределить роли, сказать, кто же за что отвечает, как распределяется вот юридическая ответственность, этическая ответственность в тех или иных случаях. И вот тогда такой вопрос, которого нет на слайде, я решила, что он сложный и провокационный для обсуждения, но все-таки мы к нему пришли. А вот это регулирование с юридической точки зрения и с этической точки зрения, оно должно быть на уровне мира, страны, на уровне разработчика каждой нейросети, на каком уровне должно приниматься решение о том, что допустимо, что правильно, а что нарушает наши права. Ну вот, кстати, про Азимова, да, и три закона робототехники. Да, они хороши с точки зрения базы, но это именно робототехника тут с точки зрения искусственного интеллекта, хотя, конечно, он пока еще далеко не интеллект и даже далеко не интеллигентность, но некоторые вот тут формулировки явно нуждаются в уточнении, это тоже обсуждается в сообществе. Так, на уровне страны, на уровне автора, на уровне разработчика. Смотрите, если мы говорим на уровне автора моральный кодекс, то, скажем, с моральной точки зрения я считаю нормальным пиратить фильмы с рутрекера, соответственно, я считаю нормальным пиратить авторские тексты для генерации своего собственного, кто-то считает нормальным совершать мелкие кражи, и он считает нормальным переписывать полностью через нейросеть чужие статьи. Мой знакомый считает нормальным, ну, вот, еще какие-то, я вот так примеров могу привести очень много. Если это все идет на уровне морального кодекса, это работает очень плохо, потому что у всех разное представление, и нет тогда какого-то механизма принуждения, а мы знаем, что механизм принуждения нам все-таки требуется. На уровне разработчика, да, есть прецеденты, тот же, например, антрофик Клод, у них есть конституционал AI, то есть это подход к обучению, когда они не потом расставляют запрещающие знаки, а сразу обучают нейросеть, показывая ей вот этот вот принцип дорожного движения. На уровне страны, знаете, даже на уровне сообщества должно идти регулирование. Сейчас так, висим, напишите мне, если тоже еще где-то висим. Да, сейчас хотя бы мы должны научиться регулировать вот эти вопросы на уровне своей организации. пока без выхода на сообществ, без выхода на какой-то общий кодекс, мы должны определить для себя, что мы считаем возможно допустимым, обсудить это с коллегами и выработать какое-то решение на уровне организации. так, да, я согласна, что общественные законы его должны ограничивать, но у нас пока нет этих законов и непонятно, когда они не появятся, а работать с нейросетями мы должны прямо сейчас. И вот вопрос, где и как мы будем создавать вот эти вот ограничения. так, да, вот видите, какой сложный вопрос, не зря я не хотела его сильно поднимать. Пока вот наш действительно уровень возможностей, наш с вами, это не больше, чем уровень своей организации. И я регулярно слежу за тем, как применяется искусственный интеллект в образовании, как различные университеты соглашаются между собой, кто может использовать, кто ограничивает, кто разрешает. И делаю очень интересные выводы. У нас есть две теории, которые показывают два основных пути, которым предлагают двигаться человечество в лице каких-то отдельных людей. Это домеризм, когда люди считают, что искусственный интеллект, в том числе нейросети, могут представлять угрозу для человечества. И акселерационизм, когда нейросети воспринимаются именно как инструмент, который ускоряет технологический и социальный прогресс. И вот эти две ветки прямо очень сильно заметны в тезисах университетов, которые то запрещают, то разрешают, то пытаются выработать какой-то общий кодекс. Ну, давайте еще один такой вопрос. Предположим, мы с вами на уровне нашей с вами организации, сейчас у нас организация это школа креативного интеллекта, решили, что использование нейросетей это окей, это хорошо. Нейросети это наш с вами рабочий инструмент, мы поощряем его использование, мы, как вы видите, по моим требованиям практических заданий, делимся друг с другом промптами и показываем с помощью какой модели мы достигли того или иного результата. Мы сегодня согласились с тем, что мы не можем однозначно назвать автора контента, но мы можем предположить, кто является его собственником. Вот это те правила, которые действуют внутри нашего организации, нашего сообщества. Давайте вот так, с тем, что я сейчас перечислила из принципов, вы согласны или есть какие-то замечания? Так, хорошо. Тогда у меня сейчас есть еще одна интересная картинка. Сейчас я вам покажу. Так, хорошо. Тогда вот такая вот картинка. Мы говорим о том, что определить, определять, где текст написан человеком и где текст генерирован нейросети это важно, особенно если мы говорим про обучение. Мы говорим в то же время, что нейросети это хороший инструмент. В таком случае, где для вас проходит граница, вот в этом градуснике, что из этого вы считаете использование нейросетью как инструмента, а что вы считаете использование нейросети как автора, когда вы считаете контент создан человеком, а когда вы считаете контент созданным пользователем. Я для себя тоже отвечала на этот вопрос, у меня вот, я могу здесь провести линию и сказать, да, то, что выше нее это результат работы нейросети, то, что ниже нее это результат работы человека. Так, шесть нижних приемлемо, это значит студент создает контент, в случае затруднений просит помощи у нейросети и неприемлемо, а когда нейросеть выступает в роли тренера. Так, студент создает контент и ниже, использование для обработки данных, вычислений работы с информацией, если использовать как замену, а где вот здесь студент с помощью ИИ собирает статистику источники исследования, то есть вот это Светлана по вашему мнению нормально, так? А ученик пишет работу дополняет интересными тезисами от ИИ это уже нет или еще допустимо? Без участия студента не сможет же, кто-то должен дать задание. Да, вот вы уже понимаете, насколько непросто составлять промпт. Как я уже говорила, сам по себе промпт тоже уже о многом говорит. Студент не может написать очень хороший качественный промпт, вообще не понимая ничего в теме, или может, но через большое количество итераций умея промптить. То есть он либо разбирается в нейросетях очень хорошо, либо он очень хорошо разбирается в теме. Тогда текст, который по первому же запросу сгенерировала ИИ, это еще можно сдать в качестве его результата. Дальше начинаются варианты. Я бы все приняла, кроме первого сверху. Редаксировать информацию от искусственного интеллекта, опираясь на полученные знания. Просто надо видеть логику. Да, вот смотрите, мы не можем воспринимать это как черное и белое. Вот я сейчас возьму и нарисую, как мы проставили здесь границы. Вот у нас была граница вот по этой линии, у нас была граница вот по этой линии и у нас была граница вот по вот этой линии. Каждая из этих границ имеет право на существование. Вопрос только в каком именно контексте. Так, шесть снизу. Шесть снизу это зеленая линия, да. У меня тоже примерно здесь она проходит. То есть синюю линию я считаю вполне себе нормальной границей, если студент хорошо разбирается в теме и может написать такой промпт для нейросети, когда она будет генерировать информацию, опираясь в первую очередь на контекст промпта. Ну, давайте будем честно, да, если у меня промпт составляет четыре страницы текста, где я нашла заранее источники, собрала их в один текст, написала несколько абзацев о том, как я вижу правильное выполнение этой работы, на какие моменты я бы сделала акцент, а нейросеть просто по вот этому всему собирает текст, это вполне себе допустимо. Красная граница, это с моей точки зрения граница верификации, потому потому что без верификации этой собранной информации все дальше не имеет смысла. Если у нас дело про эссе с минимальной опорой на факты, это одна история. Если это научное исследование, где нужно брать реальные данные, это уже совсем другая история. Там понятно, граница будет идти заметно ниже. Зеленая граница это как раз достаточно компромиссный вариант. Давайте посмотрим. Даже не хочу как преподаватель считать сгенерированной ИИ, а многими студентами этим грешат. И не только студенты, но и многие преподаватели тоже, как я могу наблюдать в своей деятельности. Когда грамотно написан и промпт, и когда неграмотно написан и промпт, это разные вещи. Это видно сразу. Минимальная доработка, минимальные указания стиля делают текст уже более удобоваримым. Почему я и говорю, качественный промпт это часто залог качественного текста. Можно ставить разные задачи, под это задание с определенными условиями, зачем ставить какие-то жесткие рамки. С этим я согласна. И для меня почему и важно, чтобы был приложен промпт, чтобы я видела, где идут вот эти вот самые границы. И текст похож на жвачку. Да, мы сначала жаловались на безграмотных пользователей, которые писали в интернете, не соблюдая правила русского языка. Сейчас мы жалуемся на нейросети, которые пишут тексты, которые стилистически невкусные. Ну, и там, и там это вопрос обучения. Есть подозрение, что в большинстве случаев студенты будут хотеть волшебную кнопку сделать хорошо. Но вы же убедились, что этой кнопки нет. Вы же сейчас уже на практике попробовали, что просто нажимая кнопку, вы получаете некачественный результат. И посчитайте, сколько у вас времени ушло на выполнение, например, вот этого уже последнего задания с текстом. Ведь не так-то просто написать промпт, на который вы получите достойный результат. Если речь идет про ВКР, то задачи вполне очевидны. Но вот смотрите, вы же про ВКР, вы точно так же можете поставить вот эту границу, даже обсудить ее вместе с вашими учениками. То есть, да, вы можете сгенерировать с помощью нейросети план вашей работы. Почему нет? А вот это вот вы делаете своими руками. Когда мы не даем нашим ученикам никаких границ и рамок, они делают так, как считают нужными. Стоит вам обозначить вот эти красные линии, как уже ситуация будет более контролируемая, будет более предсказуемая. Оно должно быть минимальным? Нет, оно не должно быть минимальным, оно должно быть уместным. Вот вы слышали уже, я упоминала, процесс сэндвич. Сначала человек идея и промпт, потом нейросеть как черновик, потом человек редактура смыслы вычетка, верификация. Нейросеть не может брать на себя в принципе более 30% работы. В принципе. Можно списывать задачки из решебника, но если потом надо все вкусно рассказать, да-да-да, Андрей Комиссаров и группа Самолет принимают домашние практические задания, выполненные в виде голосовых сообщений в Телеграме для того, чтобы человек начитывал и по голосу было слышно. Знаете, как они их обрабатывают? Другая нейросеть расшифровывает, третья нейросеть анализирует и либо оценки выставляет, либо обратную связь сразу дает вот таким вот образом. Если мы как преподаватели, даже на стрие образования, если мы используем нейросети, можем ли мы запрещать нашим студентам вообще в принципе их использовать. Так, для примера искать запросы нет смысла проверять как задачу, так как ей четко пишут, а вот тест с помощью как идей вопросов надо дорабатывать по ответам и форме да, согласна. У меня нейросеть в плане тестов, у меня есть маска, как должно быть описано, какой стиль и прочее. По этой маске нейросеть может выдать какую-то идею для вопроса, идею для ответов. Но в любом случае, да, это требует так или иначе доработки. Есть ли смысл заставлять делать руками то, что может сделать калькулятор? Смысл явно есть делать одно и то же с помощью нейросети и самостоятельно и сравнивать результаты. Это однозначно полезно для обучения. Но когда уже принцип понят, может быть есть смысл взять какой-то инструмент для ускорения? Да, вообще работа с нейросети очень похожа на работу, на обучение детей, на обучение студентов. Тут есть прямо сильные параллели, когда можно брать какие-то прямо педагогические техники, методики, перевращать их через промо, переписывать и пользоваться и смотреть, как нейросети на них реагируют. очень-очень интересно. Я была в восторге, когда сама начала попробовать и смотреть, что получается. Да, да, совершенно верно. У нас в компании, где я работаю, есть понимание того, что большинство людей сосредотачивается на инструментах вместо методик. То есть не я хочу уметь делать ленты времени, а я хочу делать таймлайны в таймлайн JS, я хочу делать таймлайны в суторе. Но это неправильно, потому что сервисы умирают, закрываются, перестают поддерживать что-то. А если вы умеете делать ленты времени, вы ее и вручную можете сделать. И точно так же с нейросетями. Если вы умеете искать картинки в фотобанках по ключевым словам, значит вы потом сможете эти картинки описывать, делать подписи, просить нейросеть сгенерировать, классифицировать по папочкам. Точно так же с текстами. Если вы умеете текст писать руками, если вы умеете собирать аргументы, подтверждающие тезис, вы сможете попросить нейросеть это сделать и нормально оценить результат ее работы. Поэтому нейросети свое место. так, я возвращаюсь. Так, и все-таки вопрос, который сейчас на экране, это можно ли отличить сгенерированный текст от текста написанного пользователем. Мы с вами уже ответили на этот вопрос один раз как да и один раз ответили на этот вопрос как нет. то есть мы чисто сгенерированный текст видим, я думаю, сразу, с первого взгляда, когда просто кто-то сгенерировал текст и его не отредактировал. А вот если качественный промпт, если потом редактура, можно ли его отличить? Мы говорили про антиплагиат. Делает ли эта система антиплагиат умеет ли она отличать одно от другого? Да, у антиплагиата есть инструменты. Мне повезло поговорить с представителем компании, который как раз занимался разработкой и рассказывал как этот инструмент работает. Там очень интересный алгоритм, который не в лоб оценивает, а именно по совокупности текста. И это очень хорошо и очень интересно. Но у него тоже бывают ложноположительные срабатывания, когда он текст написанный вами воспринимает как сгенерированный. И вот ситуация, которая была у нас в чате при обсуждении практических заданий, перенабранный текст ответа нейросети определяет как пользовательский. Да. Подкрутить, усилить, уменьшить, да. Интуитивный уровень, да. По факту у нас сейчас есть и знания, и алгоритмы, которые позволяют с плюс-минус достоверностью определять текст, который сгенерирован. Но можно ли это доказать? Да, я вижу, вот этот текст его человек сгенерировал в нейросети. Но доказать-то как я это должна? И все-таки если мы говорим о том, что сейчас очень важен авторский контент, о том, что разработчики аниверситета охотятся за контентом для обучающих выборов, очень важно как доказать-то. антиплагиат, вот когда мы разговаривали с сотрудниками антиплагиата, они говорят, что нет, нет сейчас никаких инструментов и вероятность их появления стремится к нулю. Если вам сказали, что вы написали текст с помощью нейросети, а это не так, вы не можете доказать обратное. Если вы утверждаете, что текст написали сами, а вам на самом деле нейросеть, тот человек, который через антиплагиат определил, что это сгенерированный текст, он не может доказать, что вы ему врете. Соответственно, да, ссылки на источники, черновики материалов, я делаю регулярно, когда работаю на чем-то скрины экранов, когда какой-то большой проект, и я хочу иметь возможность доказать, что я являюсь его автором. Я сохраняю промпты, и опубликованные статьи, это не то, речь идет именно о том, что вот сейчас вы мне прислали абзац текста, сгенерированный по моему запросу, а я говорю, что он не сгенерирован, это явно вы сами написали, как вы мне докажете обратное? Или ситуация наоборот? Да, и нет инструментов, которые определяют, что писал какой-то другой человек, и нет инструментов, которые определяют, что этот текст написали в Word, этот текст написали в Яндекс документах, а этот явно написали ручкой на листке, а потом через компьютер Вижн распознавали. Таких же тоже нет? Бессмысленно, да? И вопрос авторства контента тоже теперь становится крайне актуальным. С картинками, знаете, коллеги, попроще. Там нейросети не умеют генерировать научные изображения, артефакты в любом случае, и там достаточно легко показать, доказать, да, что эта иллюстрация, эта статья сгенерирована. С текстом несколько сложнее. Кто докажет, что черновики написаны не после того, как работа попала под подозрение. Вообще, эту задачу медиа, средства массовой информации какое-то время, лет пять, так шесть назад, они ее решали. Если интересно, то вот как раз в эту тему стоит покопать о том, как доказывается авторство контента. Дата подкручивается, но о каждой подкрутке в метаданных файла сохраняется информация. Соответственно, нужно либо редактировать метаданные, либо использовать другие способы, что, опять же, не так-то уж и просто. Тут, как обычно, если есть тот, кто ломает, то есть тот, кто и чинит. Да. И поэтому вопросы авторства контента для нас сейчас с вами очень и очень важны. И действительно, может быть, нам не нужно доказывать авторство текста, когда нам достаточно показать, что мы действительно разбираемся в материале. Может быть, нас впереди ждут какие-то другие формы аттестации, экзаменации. Но сейчас действительно мы видим перед собой довольно большое число работ, которые сгенерированы нейросетью. Некоторые сгенерированы грамотно, некоторые даже читать не хочется, к сожалению, приходится. Как оценить такую работу? Вот даже на школьном уровне. Вот вам прислали такую работу, и вы должны поставить оценку. Вы будете ставить отдельно оценку человеку, отдельно оценку нейросети, или поставите пять, но напишите что-то пять для чаджа пяти, а не для тебя, Иванов. Как поступать в этой ситуации? Махнула руками, и слайд поменялся. То есть вот это следующая задача про оценку. Где-то я могу оценить вот так, как сейчас оцениваю на школе креативных нейросетей. Прошу показать промт, и от этого уже могу отталкиваться. Я могу разработать какие-то критерии оценки за дизайн промт, за количество попыток, за удачный подбор модели. У меня, например, есть карта компетенции, я по ней могу разложить вопрос и выставлять оценки. А если я провожу творческий конкурс, где преподаватели присылают свои самопрезентации, и вот здесь вот человек, 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 а вот на четвертом слайде там какой-то программный текст явно написан нейросетью. Я должна всю работу завернуть? Снизить ровно на количество сгенерированных слайдов? Вот тоже, да, очень интересный вопрос. Как бы вы поступили в такой ситуации, если бы вам прислали работу, где прямо предположим из десяти слайдов один явно нейросеть. Все остальные нормально, а вот один явно. так, качественная оценка, более сложный критерий оценивания на понимание, анализ, оценку. Так, а с точки зрения работы, которая текстом приходит? Вот, кстати, когда мы работаем с учениками, студентами регулярно, здесь с выявлением дезгенерированного текста проще, да, у каждого человека все равно есть какой-то свой собственный стиль, и показывая даже тому же ЧАС-ГПТ самой мощной модели, показывая пять работ студента, он может проанализировать и четко сказать, какая здесь сгенерирована. Если вот вы знаете, что там, что из пяти, например, две он точно писал сам, уже на этом анализе сама нейросеть может четко сказать, что сгенерирована, а что написано самим человеком. А вот когда у вас единичная работа, это сложнее. Так, оценивать степень владения материала во время беседы, устный экзамен, требования к оформлению, разговоры со студентом, так, анализы качества. Так, тогда вопрос, если вы все равно оцениваете в первую очередь во время устной беседы с человеком, насколько хорошо он знает материал, то почему бы ему тогда письменный материал не писать с использованием нейросети. Может быть, это сэкономило бы его время на то, чтобы он лучше подготовиться к устному экзамену. Так, с точки зрения методологии, когда компоненты работы подчинены цели и взаимосвязаны, то есть, если они подчинены цели и взаимосвязаны, не так страшно, если какая-то часть из них это сгенерированный текст, правильно? Правильно? Угу. Спасибо, что делитесь своим опытом. Знаете, это бесценно смотреть на реальный случай применения, на то, как преподаватели в своей работе оценивают деятельность студентов, оценивают сгенерированные университеты тексты. Для меня это, наверное, очень ценно. Я сегодня огромное удовольствие получаю от ваших ответов. Ну что ж, ну и тогда последний вопрос. Спасибо, Татьяна. Тут я однозначно с вами согласна. Я полностью разделяю, наверное, именно вашу точку зрения. И тогда вопрос, который стал звучать, наверное, из каждого тяга сразу, после того, как ЧАДЖПТ стало популярным. Роботы отнимают наши рабочие места или, наоборот, являются нашими помощниками. Так. Работаем поэтапно, чтобы было видно прогресс. Да, это тоже. Процесс важнее, чем результат. Согласна. Так, не заменят, так и креативить может только человек. Ну, то, знаете, могут быть всякие варианты, дело же нисколько в креативности. Вот, предположим, идет какой-то курс. На курсе, условно говоря, 200 человек, которые учатся. Они присылают свои работы. Я каждую из них оцениваю и пишу обратную связь. Ну, 200 человек, например, плюс-минус 150 работ раз в неделю, это очень серьезная нагрузка. я обратную связь на эти работы пишу с помощью нейросети. Проверяю сама, а тексты, которые пойдут в ответ, их пишет нейросеть. Это нейросеть меня сейчас заменяет или является моим помощником в данной ситуации? Или все-таки заменяет, потому что я не пишу тексты? или сейчас, например, условно говоря, какие-то тексты я могу не писать в социальной сети, без меня их пишет нейросеть, я там подцеплю к одному другому сервису, и оно еще будет в расписании самого время уходить. Да, идеи для постов я дала, но пишет их и выкладывает нейросеть. Это она заменяет или это она помогает? Так, вот. И смотрите, я тоже согласна, что в этом случае действительно нейросети, они для нас помощники в исполнении скучной, рутинной, повторяющейся работы. И когда мы вот на этом с вами курсе говорим о том, что мы ищем как в нашу профессиональную деятельность можно внедрить нейросети, какие именно сервисы, какие задачи они могут решать вместо нас, мы как раз и ищем вот такие вот способы. Наш с вами интеллект, он бесценен. То, что мы делаем своими руками, оно тоже бесценно. Ну, на работе нам платят определенную зарплату, да, поэтому нелогично ли какую-то для нас не столь важную, не столь интересную работу как раз сложить на вот таких вот помощников. Я надеюсь, что мы разговаривая с вами четко видим вот эту вот линию, что мы учимся владеть новым инструментом, что пока то, что нам предоставляют разработчики, и еще очень много лет, то, что нам предоставляют разработчики, оно даже близко не приближается к нашему с вами мышлению. мы видим, что без наших с вами рук, пишущих промпты, мозгов, обдумывающих идеи, и глаз, который видит ошибки в итоговом тексте, нейросети просто бессильны создавать что-то действительно качественное и уникальное. Да, я согласна и с механизированными навыками, и согласна с многими, кто рассуждает на эти темы, конечно, где-то не без оговорок, но надеюсь, что вот сейчас я передаю своему коллеге следующий, третий модуль по аудио и звукам, он будет работать с вами, но надеюсь, что сейчас, пока я ухожу на небольшой перерыв, я заложила для вас вот эту вот основную мысль, не конкуренты, а в первую очередь именно инструменты и помощники. И когда я вернусь, и мы продолжим с вами, если не ошибаюсь, 11 числа говорить про видео, мы еще к этому разговору вернемся. Ну что ж, сейчас я с вами прощаюсь, да, это тема цифрового разрыва, это прямо отдельный вопрос, и, знаете, отдельная тема для обсуждения, я бы с большим удовольствием поговорила бы про цифровой разрыв через нейросети, это тоже классно и заставляет, наверное, многое пересмотреть. Удачи вам и успеха на следующем модуле под руководством уже Сергея Павлова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...